Видео снимается для канала Виктор Светличный. Кура инкубатор цепляровка. И опять таки диаметр трубы у нас от 75 до 125. В зависимости от того за какое время нужно подать. Внутренний или внешний. Ну не важно, пусть будет внутренний. Мы делаем полностью пластиковую. И здесь, во-первых, расстояние всего лишь 18 метров. 18-20 метров, 23, не такие расстояния. И тоже очень многое зависит от того, как натянута спираль. Если спираль натянута плохо, то она будет везде протираться. Но в любом случае со временем, вот если вы обратите внимание, вот эта подача, которая пошла, вот его колено. Вот это место, которое обычно протирается всегда. Через 5-6 лет, 7 метров. Колено стоит там не таких больших денег. Если у нас на скале Краснодаре, его можно поменять. Либо можно сделать самостоятельно, либо заказать через нас. Например, колено из нержавеющей стали. Ставится сюда и проблема забывается. Вот здесь мы используем, да, пластик. То есть вот эта пружина, наверное, получается с поворотом, да? Ну да, получается вот здесь у нее будет сбег. И также по бункеру, то есть смысл работы. Также вот линия подачи корма. Здесь находится мотор-редуктор с датчиком на последнем бункере. То есть как только заканчивается здесь, когда срабатывает датчик, и пошла закачка корма во все бункера. Как здесь только набирается, соответственно, отключается. Также мы можем снабдить, и в основном снабжаем бункера, также датчиками ямкостными, вставляем в бункер сюда. Это нужно для того, чтобы, например, корм в бункере закончился, а здесь включается сигнал, и начинает пружина работать, а корма нету. И чтобы без корм является своеобразной смазкой. То есть если корма нету, пружина начинает тереть от трубу, и начинается износ. Поэтому этот датчик отсекает этот сигнал, если нету форма в бункере. Также, в принципе, и здесь. То есть если у нас небольшое хозяйство без этого бункера, вот есть коперы, мы можем иногда и сюда ставить датчики, для того, чтобы, если вы вдруг забыли сюда мешок закинуть в форму, чтобы он холостую ванну крутил. То есть автоматизация, вся задача. Здесь второй вариант корпуса, тоже промышленного. Но здесь упор на то, что здесь показана система отопления. Вот такая вот. Эта система отопления именно на воде. У нас мало кто использует. Ее практически никто у нас не использует в РФ. Ее используют в Новосибирске, в Иркутске и так далее. На территории фабрика, которых имеются котельные. У нас котельных нету. Поэтому у нас стоят либо дизельные, либо газовые. То есть у нас регионы нужные. Ну то есть мы можем оставлять и вот такого плана генератора. Вот этот вариант кормушки предназначен для выращивания индейки. То есть если у нас броют до 2-3-3, пусть 3,5 кг, то индейка самка у нас может быть от 8 кг начиная и заканчивая 30 кг самцом. Понятно, что такая вот кормушка наша стандартная, она уже не выдержит однозначно 30 кг птицу. Поэтому мы разработали кормушку, которая предназначена и адаптирована именно для индейков. За счет того, что пластик здесь более толстый и адмированный дополнительно. То есть именно это позволяет кормушкам не ловаться. Принцип работы такой же. Форма несколько другая. Плюс еще как и на бролевной линии, так и на бролевной индейководческой линии можно натянуть тросик антинасиста, который может еще пропускать ток слабого отражения. То есть очень важно, чтобы тяжелая птица не ссадилась на линию. Если возьмут все сядут на линию, соответственно линия скривится, сломается и так далее. Потому что на русской тяжелая. Высокого напряжения, но слабого тока. Ну, может быть. Ну, как пастухи или пионы. Да, да. У них высокое напряжение, но ток очень маленький. Ну, это оно и есть. Но я трогал, неприятно. Ну, щиплет. Неприятно, да. Да, индейки слетают, залетают везде. Как электрошоки. Но, вы знаете, тоже был прецедент. То есть на ролях работает хорошо. Тем более вообще не садится. Там есть жилы и убираем. Ну, фазное, двухфазное. Выращиваем. Но фазное выращиваем, это когда мы посадили всех самцов и самок в одном корпусе. И выращиваем. Либо выращиваем, к примеру, самок до 40-50 дней. Потом самок выбираем, убиваем, дальше выращиваем самцов. Потому что самцы уже пошли до 30-ти килограмм. Ну, в зависимости от проса. Либо, есть второй вариант выращивания. Мы сначала выращиваем, все вместе содержим и самцов мы самок. Потом самок разымаем и другой корпус переводим. И они там выращиваются еще больше. И в зависимости от этого используются и кормушки для индейки. Вот это вот вариант. От цыпленка. То есть здесь находится съемный конус для цыплят. Он не позволяет цыплятам проходить во внутрь кормушки. Затем мы их подращиваем. Неделя-полторы. Снимаем этот конус. И кормушка приобретает вот такой вот вид. Вот она в разрезе. Вот она кормушка с цыпленком. Как она выглядит. То есть цыплята просто по краю кушают. И, соответственно, принцип работы такой же, как на бройлерной кормушке. Только несколько изменена форма. И вот три варианта выращивания. То есть если мы выращиваем в ряднофазном выращивании. От цыпленка до убора. То мы используем одну кормушку. Но с насадкой. То есть кормушка дополнительно оснащается вот такой вот насадкой цыплят. Потом до трех недель. Потом от семи до девяти недель мы снимаем. И дальше выращиваемся в девять недель. И с девяти недель мы добавляем еще фартук для крупной птицы. Чтобы не было русских кормов. Если у нас, например, выращивание двухфазное. Когда мы переводим взрослую птицу. То мы используем только два варианта кормушки. Нам цыплячья уже не нужна. Мы используем кормушку без фартука. Потом с фартуками. Это также кормушка компании Бигдач. Она называется Гладиатор. Она тоже предназначена для индейки. И по стоимости она даже ниже несколько, чем первый вариант, что мы использовали. Кроме того, индейка от бойлеров выращивается несколько по-другому. То есть во всем мире рекомендуется выращивать индейку в кольцах. Изначально у вас должен быть подготовлен корпус, в котором находятся автоматические линии кормления, панения. И плюс вы из сетки делаете такие кольца. Кольца должны умещать до 280-200 голов. Вы птицу ранируете здесь именно в этом количестве. По кольцам. Дополнительно, кроме того, что через кольцо проходит автоматическое линия кормления, автоматическое линия падения, кольцо еще дооснащается. Желательно дооснащать. Двумя кормушками ручными. Вот как представлено это красное. Тремя дополнительными ручными паилками. Вот оно. Раз, два, три. Также рекомендуется делать индивидуальное отопление. В виде небольшого брудерка поставить. И индивидуальное освещение. Это связано с тем, что у индейки в первые 7-10 дней очень критическое время, когда идет максимальный отход. И чтобы это снизить, чтобы повысить сохранность птицы, применяется вот такая вот речь, как кольца, что позволяет более лучше уделять внимание птице. И создать более хорошие условия в первое время жизни. Затем, после 7-10 дней выращивания таких кольцов, кольца распускаются все, убираются. И птица переходит в корпус. Наряду с автоматическими кормушками мы предлагаем также и ручные кормушки. Перед вами представлена французская кормушка Пикарет. Вот она красного цвета. Объем ее 12 литров. Диаметр чаши 360 миллиметров. Здесь он 330. Высота кромки чаши 45 миллиметров. Эта кормушка используется для выращивания суточного цыпленка бройлера, курни сушек. То есть птицы, которые 2 килограмма, до 2 килограмм, от 0 до 2 килограмм. Благодаря вот этому маленькому бортику, мы можем именно ее использовать на стучной птице. Стоимостью 12,56 евро есть отечественные образцы кормушки, которые стоят 200-300-350 рублей. Но все подносится в сравнении. Можно взять и попробовать. Хотя я не знаю, что там можно такого изобрести. То есть или как наши могут сделать по-другому что-то. Но опыт показывает, что много. Поэтому мы скажем, что те кормушки в туже, эта кормушка намного лучше. Все оно подносится в мелочах. Но в любом случае можно и то, и то попробовать. Есть еще кормушка тоже ручная, так называемая МП4. То есть если это 12-литровая, то у нас еще вариант с 30-литровой кормушкой. Но если высота кромки чаши здесь 45 мм, то здесь уже высота кромки чаши 410 мм. То есть эта кормушка предназначена уже для взрослых птиц. Это курни, сумушки, утки, гуси и так далее. Она имеет металлический конус, более усиленная. И плюс имеет еще дополнительно подвес. То есть эта кормушка подвесов не имеет, эта кормушка подвеса имеет. То есть ее можно подвешивать. Ну как оно выглядит здесь, вот эти кормушки, фотографии. Кстати, вот этот немецкий корпус, отличительная особенность того, что они подстилку сыпят. То есть нам надо подстилку там насыпать несколько сантиметров. Они сыпят подстилку так, чтобы слегка был виден бетон. То есть для них дороже посыпать толстый слой подстилки, нежели будет отход птиц. То есть им дешевле, например, если у нас, например, 2% пусть отход на такой толстой подстилке, он у него пустует 3,5. Но ему дешевле выходит, тольше подстилку сделать, чем потерять на птице. И не делают вот такие его птицы внутри, по мере того, как подстилка где-то портится, они подсыпают. У нас так не делается, потому что у нас за каждый квадратный метр идет борьба. Нам нужно максимально переуплотнить и максимально получить выгоду с каждого квадратного метра. Поэтому мы такого не делаем. В Германии там своя система, то есть нельзя их сравнивать, почему не так, почему по-другому делаем. У них фермерство поставлено, скажем так, на более глобальный вопрос. То есть фермер раньше, как говорили, банки давали кредиты немцам на 2 корпуса. Должны быть 2 корпуса. Сейчас уже дают на 3 корпуса. То есть меньше 2 корпуса ты не можешь открыть. Задача фермера, то есть они все работают по контракту. Фактически его задача, как такового фермера, это только решить за птицей, за климата, быть оператором. Птицу ему привозят, например, по договору. Ветврач приезжает по договору. Корма приезжает по договору. То есть со всеми заключения договора. То есть он знает, что, к примеру, там завтра в 2 часа мне приедет кормовоз. Он приедет кормовоз, выдаст его. Вплоть до того, что даже, вы увидели, женщина приезжает на Мерседес птичником. Три птичника у нее такая, вот по шикарному Мерседес. Отдела бахильчики, зашла в 3 корпуса, собрала подъешь, бросила его. Села на Мерседес и ела, пока птица закрыла. То есть у них, у нас же по другому работа. То есть у нас должен фермер сам по собой. О постирке, о топливе, о цыпленке. Если ему цыпленка там привезут, а цыпленка какой-нибудь там в инкубаторе, например, перегретый или еще что-то. Проблемы фермера, как правило, ничего не докажет. Это ветеринарный контроль должен держать своего ветеринарного врача. Ветеринарные нормы. То есть даже по ветеринарным нормам у нас есть такое понятие, как грязная чистая зона. Да? Да. В Германии такого понятия нет. Я им говорю... Везде чисто? Да. Я с ними общаюсь и говорю, поставьте ветеринар сюда. Я говорю, мы не можем сюда поставить ветеринар. Почему? Грязная зона. Ой, чистая зона. Да? А что такое чистая зона? То есть я ему рассказываю, что нам потребуется чистая сторона, из которой корба приходит. А с другой стороны, где мы польмот вывозим, это грязная зона. У них такое не забавчивается. То есть вот эта вся разница и, соответственно, разный подход. Так, вот китайцы упомяют. Ну, в какой момент зоны перемешанные тоже. Ну, кроме системы кормления, очень важно знать, что еще и существует очень важная система, называется система паения. Причем система, причем поить бролера и следить за этим гораздо важнее, нежели даже кормить. То есть, как говорят у нас местные профессора сельхоза, да, что если вы выращиваете, содержите куртный суш, то у вас время идет на дни. А если вы выращиваетесь в тонком бролера, то у вас время идет на часы, а то и на минуты. Смысл такой, если вы на 20-30 дней по каким-то причинам не будет воды, да, то вы потеряете 2-3 дня. То есть, 2-3 дня, да, вы в кредесе свои не достигнете, и вы потеряете в деньгах. И я с этим сталкивался в том числе, я на этом убедился, когда не было там часы и поправок, но результатов искомых я не достиг из-за того, что у меня было воды. Поэтому вода это очень важный элемент, тем более в нашем жарком климате. В следующем году подать ее нужно подготовить. Мы используем для подготовки воды узел водоподготовки, узел водоснабжения, который состоит из водяного фильтра на входе воды, кран для слива воды, щечек для воды, байпас для подключения медикатора и газа давления с фильтром. Фильтр для воды служит именно для механического удаления примесей с воды. Снабжен на входе манометром и на выходе манометром. Если фильтр у нас чистый более-менее, то показания манометров на входе и на выходе одинаковые. Если фильтр забивается, то манометр показывает, например, одно показание, а другое показывает, что фильтр нужно чистить. Открывается колба, вытаскивается на пластиковую часть, проливается. Есть еще, это стандартный такой фильтр, есть еще специальный механический мы его называем. Тут кроме вот этих вот вариантов стоит еще два крана. Два крана открываются, он автоматически промывается под напором воды и закрывается. То есть разбирать его не нужно. Ну, это за то решение. Каждый, кто выбирает. Далее, очень важный элемент, и многие говорят, да зачем мне щечек воды? У меня вода скважина идет, я ничего не плачу за нее. На самом деле, иметь учет воды очень важно. Потому что по тому, как птица пьет, мы можем понимать о ее здоровье. То есть, если пьет слишком мало воды, значит она мало кушает. Почему? Когда проблема, значит, существует. Поэтому птичница заставляет птичниц ежедневно, к примеру, в определенное время, снимать показания воды и считать сколько потребление воды было. Вот эта вот вещь подсоединяется вот сюда, за водомером. И называется медикатор. Медикатор необходим для того, чтобы давать птице через воду определенное количество медикаментов и витаминов. То есть, когда вам поставщик птицы присылает цыпленка, он вам дает еще график вакцинации. К примеру, через 3 дня вы должны пропавить витаминов. Через 5 дней вы должны дать какое-то лекарство. Через 7 дней. Вот сюда подключается шланчик. Шланчик опускается к воду, в ведро с водой, в которой уже разбавлены витамины. Задается процентов на медикаторе. А задать его можно от 0,2% на бройлере. И от 1 до 5% вы можете выпадать в воду. И, соответственно, медикатор начинает всасывать определенный процент витамин и распределять его на линию паения. Потом, к примеру, час-полтора птицы пьют эту воду. Потом включается основная магистраль и поступает уже обычная вода. Рабочее давление здесь 0,27-6 бар. 1 бар это 1 атмосфера, то есть 6 атмосфер. Но, вообще, у нас линия паения работает на давление до 3 атмосфер. Если давление там меньше, к примеру, 1 атмосферы, то мы можем поставить регулятор давления с пониженным давлением. То есть, который будет поднимать. Ну, как оно выглядит. И по паению. Для паения птицы мы можем использовать различные системы паения. Как автоматическая линия кормления, линейная, так у нас есть и трубы паения, которые оснащены ниппелями. На один ниппель мы считаем нагрузку до 15 гг. Ниппель снабжен дополнительной оранжевой чашкой. Здесь есть плюсы и минусы. Но, в основном, все используют вот этот стандартный вариант. То есть, на оранжевой чашке, плюс ее в чем, что вода из ниппеля чуть-чуть иногда подкапывает. Она не капает на настилку, она капает на чашку. Кроме того, когда цыпленка суточного завозят, некоторые золотильники в хозяйстве заставляют свои птицы наполнять эти чашки до краев. Свет попадает на эту чашку и дает зеркало. То есть, начинает блестеть вода. Птица существо любопытное, смотрит, что там блестит, начинает пробовать, понимает, что это вода. Также и капелька, когда свисает, она переливается. То есть, как цыпленок понимает, что это нужно пить. Все это из любопытства. Она пробует, понимает, что это вода и знает уже, где вода находится. А также, линия паяния представлена в миниатюре. Она снабжена вот такими вот трубками. Это показывает уровень воды. Здесь находится шарик. И давление воды должно быть где-то в районе середины. То есть, оптимальное давление. Давление регулируется с помощью регулятора давления. Подкручивается, устанавливается. То есть, опять-таки, в каждом птичнике свое давление. Такие тоже прецеденты бывают, что, например, летом все поливают. Давление падает. Давление подкручивают, увеличивают птичники. Но забывают потом на ночь закрутить. Ночью все перестали поливать. Давление вверх. И, соответственно, птица, когда уже ниппель начинает трогать, там оно не капает, просто брыжет. То есть, попадает на постелку. То есть, такие вот нюансы. Можно вопрос? Да. А там два регулятора получается. Нижний и боковой. Первая промывка системы идет. А это промывка боковой, да? Да. А нижний и нижний давление подкручиваются. И сами ниппели паения. Самый распространенный ниппель паения – это вот оранжевый пластиковый ниппель из армированной пластмассы. Для бойлера ниппель работает вверх-вниз, а также по 360 градусов. То есть, с какой-то стороны он его униклинул, он получит волну. Если птица более тяжелая или, например, более сильная, мясушка там, или мясная птица, родительская стала, то мы, конечно, используем из нержавеющей стали. Но, как правило, использовали на тяжелой птице и пластиковые ниппели, то есть, они не ломаются. Ну, иногда подстраховываются, берут нержавейку. Стоимость ниппель стоит 1 евро. Видно, сейчас он стоит 55-60 рублей. А с нержавейки сколько? Ну, с нержавейки, я думаю, по 20% дороже. И стоимость вот этой вот чашки каплеулавля, порядка там 46 евро, рублей 30. Ну, вот она 3 метра. Сколько ниппеля надо повесить? Мы можем повесить от 9 ниппелей до 20. На 3 метра, да? Да, все зависит от того, сколько у вас птиц. То есть, вы считаете... Не, ну, если мы корм вешаем на 3 метра, 4 чаши. Не важно, вы к этому не... То есть, не надо привязывать. У вас 100 голов есть, например, птиц, вы знаете, что наброска на 1 ниппель 15 голов. Да? Зачем вам 20 ниппелей, ну, мне нужно, например, 6 ниппелей, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, поставили. То есть, все зависит, делите количество по голове на 15 и получаете количество ниппелей. Ну, как часто их ставили?